Если вы не услышали, то еще раз всем привет, друзья! С вами Вадим2кхаус, и я записываю по вашим просьбам видео по Хардстоуну. Я сейчас не очень большой задрот ХАЭСа, честно говоря, но... Надо тащить для любимых зрителей. Снова паладин, снова куча мечей. То есть у нас есть три трусивера, два молотка. Молоток тоже почти меч. Один меч справедливости и одна карта призыв в бой, которая, конечно, не очень, учитывая такое количество вооружения, но, с другой стороны, очень... Мы ждали, беря эту карту... Я потом понял, что беря эту карту, я ждал пацана, который усиливает паладинчиков. Тогда я об этом не думал, что я не знаю. Так, три маны это норм, с одной стороны, но, с другой стороны, это чисто под огненный топор, и ставить трехмановое существо не хочется под его двухмановый топор. Вот, то есть, к сожалению, не пришло интенданта, который усиливает паладинчиков, но зато все это еще вместе может тащить под этот меч. Как он там называется? Легендарный. Какой-то, короче... Я вот думаю... Тратить ли кислотного, или не тратить против воина, блин? Не тратить, наверное. Не тратить, наверное. Ну, это и паладинчик, паладинчик и не могу поставить даже. Понимаешь? Или не понимаешь? Сступление плюс один к атаке. Не очень, хотя страшно. Думать. Ну, зачем? Да лучше пропустить. Сейчас, зашибись. Пропускаем второй ход по совету Соломинки. Мы играем под Геоком, потому что я у себя расстражировал всю голду. Короче, там сдавался пару раз в аренах сразу же. О, понятно. Особая доставка по лицу мне пришла. Ну, ждем. Еще один ход. Надо будет еще раз получить на четыре. Зато Слезнюка не... О, нормально. Прикольная карта. Она, по-своему, вроде ОПшная. Я ее считаю. Потому что, все-таки, по сути, Божественный щит замещает одно ХП. И я лично думаю, я, конечно, не притяну на истину. Мне кажется, что Божественный щит круче, чем одно ХП. Особенно, если вы посмотрите на другие карты. То есть, вот, создавая эту карту, мне кажется, Близзард немножечко перегнули палку. Прикольный, первый раз видел, как он сдох. Первый раз его видел. Создавая эту карту, Близзард немного перегнули. И хотя бы стоит сравнить Крестоносца и 3-4 какого-нибудь там пацана. Так. Все, ладно, не отвлекаемся. Что мы делаем? Это Воин. Мы играем в Хардстоун. Я просто заговорился уже. Тратить Сайлентс тупо. Нет смысла. Ставить этому пацана тупо. Можно как-то получше его реализовать. 5 ман мы ставим, этого не думаем. Ну, я... Не думать насчет рыцаря. Потому что он меня добьет на следующий ход своим этим пацаном. Зачем мне это надо? То есть, все равно, если захочу на следующий ход, добью. У нас есть подхильщик, в принципе, защитник королей. Вообще, моя обволя, у меня обколода была из 25 мечей за 4 маны и 5 этих подхильщиков. Так. Ну, что, надо нам реагировать. Ну, сейчас можно вот этого пацана поставить. Или что, Сайлентс замутить. Но 1-2 не слишком страшная вещь. Да? 1-2? Не слишком страшная вещь. То есть, у нас 2 варианта. Либо особую доставку замутить. И в случае попадания сюда будет круто, потому что мы 2-х мановым его добьем и все. Есть вариант вот так вот сделать. Поставить этого. Но мы тогда не так много чего еще разыграем. Ну, точнее, можно карты тратить? Фиг знает. Что делать? Нужно вот этого добить. Ну, остальное забить. Яна Стражит. Яна Стражит. Ой. Долбаем. Второго тратить не будем. Если вы настаиваете. Сори. Сори, настаиваю. Тебе придется сдохнуть. Э. Влагать не надо. Не ставим этого еще. Первого приказа. Вообще, на самом деле... Вообще, на самом деле, можно было, конечно, не экономить карты. Я предпочел экономить карты. Да лоу. Он сразу хероснит своего пацана. Это очень жестко. 7-6. Или у него что? Есть карта, которая дает рывок, но от 2 маны стоит, благо. Он вообще не может определиться, кого бить. Вот это вообще поворот. Ну, у меня есть Сайланс. У меня есть миротворец. Могу его замерить. Вообще, тупо, конечно, тратить ярость сразу. Но 0 маны стоит. На следующий ход не сильно много маны бы расходовало. Так. Ну что? Можно... Ударить так. Да? Можно не бить. Наверное, нужно будет замерять этого. Я выполню свой долг. Да, я думаю, вот так сделать. Особая доставка! Ну, да. И че ты какой-то еврейский у меня? Метод игры. Не, ну, в смысле, я боюсь, типа, потасовки. Типа, не боюсь ментального дислокатора. Ну, Гидон, например. Просто играешь против войны, он берет, ставит Гидон. Такой, здравствуйте. Здравствуйте, у меня есть барон. Его зовут Гидон. Вообще, жесть, просто... Огня полнит Гидон. Огня полнит Гидон. Зашибись. Так, ну че, можно сэкономить этого пацана. Вот так вот, типа, я насторожит. И кого-нибудь отдать еще. Че-то, не знаю, у меня так много карт, я не понимаю. Можно мечом ударить? Наверное, не стоит терять хп зря, потому что у нас и так все хорошо по картам. Можно вообще отдать две карты и поставить этого чела, отдать эти две карты. Это поставить неплохо. Интересно. Че нам лучше, 3-1 или 2-2? А, лучше 3-1 или 2-2 отдать. Ты так и хотела, да? То есть, мы решили вопрос хп. Вот видно, сразу просто не поиграешь. Какое-то время в Хардстоун. И уже над каждым ходом так долго думаешь, что просто пипец. Я умею держать удар. Ты задолбал. Хватит этот, премейдовые карты тут юзать. Слышь. Давай еще сейчас этот удар щитом. Аман на него не хватит. Ха-ха. Так. Не правосудие. Наверное, замерим эту бабу. Потому что... Ну да, посмотрим. Мне кажется, метр двадцать. Да, маленькая. Ну типа дислокатор, не боимся, да? Хотя, у нас и так нормальная карта. Нормальная. Вон, пацана позовем. Что приказать? Я поправил свои пейсы. Не поставил ни одной из карт. А кто его? Почему у него 2-2? Где 2-2? Палоденчик? Ну, я подумал, почему я. Да-да-да. Заводского крика. А кого бить-то будешь? 4-4 что ли? 4-3 рывок, чтобы бить 4-4. Ну вот, пэп. Ну вот, пэп. Кайзи сейчас сюда, да? А если не хочу? Если я хочу оставаться на пути тьмы. Так, вот эту бабу как лучше сделать? 4-4? Или... Или как? 4-4 или 6-3? Ну, откуда 4-4? 4-4 сейчас, если ее поставить. А так и оружие. Атака 1. 2 плюс 1. И плюс еще баф от мяча. Так. Баф от мяча. Ну что, короче. Да пошли. Такая игра, я не знаю. Че парит? Фигачишь там. Бабу ставишь. Папана зовешь. Че тут думать-то, ёперцы-то. Много чести оппоненту. Ёж по лицу нормально. Карты особо не тратим. Мы за этот ход потратили всего одну карту. Убили его карту. Все нормально. Нечего думать лишнего. Нечего думать лишнего. Нечего думать лишнего. Второй гиддон сейчас пойдет. Вот че такое он? Барон-бидон. Барон-бидон. Веселый молочник. Барон-бидон. Бей этого. Он долгожитель, кстати, на пятом ходу поставил. Уже щас там одиннадцатый. Какой? Реально долгожитель такой. Прячется за своими оруженосцами. Давно уже сказал казни его. Запарил. Пусть это тот дек. Пандерка. Че там дело? Где наше освещение, Пандерка? Где наше освещение? Не понял. Да там пофиг, короче. Сюда что-нибудь там. О, сё. Там где-нибудь тут. О, сё. Бой. К бою, к бою, в бой. Да, действительно очень разнообразный у них лексикон. У меня армия элочек-людоедочек. Поковыряем немного поля. Пляжному песку мы предпочитаем песок стола Хардстоуна. Мартчой. Давай же, чувак. Он по лицу долбанев. Че нам? Че? 8 плюс 4. Это. Бой. 12. Бойо. А этот. Бойо. Сержант, сколько дает? Две. Две не хватает еще. Мне не хватает маны. Че не делать? Че-нибудь. По имя справедливости. По имя справедливости. Ну давай ударим. Позовем плано. Что приказа? Да, позови меня с собой. Я уеду в новый Уренгой. Уренгой? Да, это Дима Нефтяников. Позови меня с собой, я уеду в новый Уренгой. Так, будешь с паладинчиками разбираться? А нет. Че, сколько у меня? Третье. Мне кажется, что у него внутренние проблемы какие-то. У него внутренняя ярость одна за другой. Надо выфлескивать свою ярость наружу. Логично. Монетку потратил, кстати. Монетку он считал самой нужной картой. Он ее берет до конца. Не знаю. Мне кажется, что... Вот у меня есть видео. Эджиф Эмпайрс из пушки по воробьям, где старался играть, а потом пришел и одной десятой своих войскам, разведывательным отрядом, можно сказать, десантом, точнее, убил чувака. А здесь получилось, что тоже, наверное, из пушки по воробьям, потому что мы продумывали, а если так, а если сяк. И в итоге все было очень просто. То есть мы были готовы к его оружию, к чему угодно вообще практически. Но, конечно, надо учитывать, что Хардстоун такая игра, что сейчас ты убиваешь оппонента, а завтра он ставит легендарку за легендаркой. А ты говоришь, а партия-то уже кончилась. Ты что ты через день-то тупишь, Вася? Да, но Барон Бидон, конечно, нормально вышел. Правда, он никого почти не убил. Он убил одного юнита, но все равно это такая хорошая тема. И, кстати, нет его, и я ни разу его не использовал, потому что он ни разу, по-моему, в варенах не попадался. В Асагу мне попался. В Асагу какую-то. Буду сражаться с честью. С честью. Ну, это все. Молотков у меня и так много. Ищем двухмановые какие-нибудь карты, потому что лейтовых карт у меня и так много. О, нормально. Будем бафать этого, чтобы он не умер до появления секрета. Мне кажется, это стратегия на миллион. Тебе нужно благословение. Ну вот, то есть, если сравнивать, например, двухмановых существ, сравните 2-2 с божественным щитом и 2-3. А здесь 3-1 с божественным щитом и 3, блин, 4 еще с пылом. Вот. Соответственно, набафли мы наемника до появления единственного секрета. Ну, можно вот этого поставить. Он будет 3-3. Прикольно. Бафать лизняка. Все равно здесь оружие вряд ли будет. Хотя, конечно, может быть перед тобой Джараксус и рядарский повелитель плывающего легиона. Плавающего. Плавающий легион. Так, а что это за 3-маны такое? Время крушает. О, нет, спасибо. Спасибо за ответ. Ну что, наверное, надо его убить сразу. Пожертвовав девочкой. А то потом начнется. Он еще косой, на самом деле. Жаль, по своим не попадает. Снова учение? Нет, к сожалению, не учение. Уже бой. И походу тебе было легко в учениях, потому что Суворов говорил, что легко в бою. А этот бой не был для нее легким. Судя по всему. Вот этот вот бесенок, конечно, бесит. Зубасненький такой там стоит. Попадался мне нынче один варлок, который каждый ход заканчивал с дрова, а не начинал. Так, ну, пахнем на чуть-чуть. Я выполню свой долг. Не так, конечно, потому что на самом деле галаке получает какую-никакую атаку. Если он сейчас что-то выставит, мы с этим постараемся разменяться. Ну и не забывайте, что у нас есть крестоносец и безумный ученый без секретов. У-у-у. Какая-то злая артиллерия пошла. Да, бес, конечно, вулуешным оказался. По улицам беса водили. Хорошо зашел броняющийся сержант и верблюд от криков убежал. Я выполнил свой долг. Что я там вначале сказал? Я уже забыл. Хороший попался сержант. Что приказать? А, хорошо зашел броняющийся сержант. Блин, с моей памяти только стихи сочинять. Давай стихотворение какое-нибудь. Оруженосец, со мной! Достал он свой кинжал. Верблюсь от страха. Убежал. Логично. Так, там нет ментального дислокатора и вообще никакими ментальными технологиями мой оппонент, судя по всему, не обладает. Так, ну че, насколько надо париться за жизнь бурдалака? Чтобы убить этого пацана, надо реально поднапрячься и отдать вообще вот все вот это дело. Это, наверное, не дело. Поэтому мы убиваем вот этого. Без разницы, в принципе, кем, но лучше ранее. Я выполню свой долг. Мы особо его страниц выделяем. Вурдалак набафался и в луп понял по лицу. Этих мы, конечно же, не тратим. Особо мой оппонент, мне кажется, не подробует, а в игре против варлока это уже неплохо. Если он даже использует хеллфаер, не пробив аламу крестоносу щит. Блин, у него хеллфаер, что ли? А, пламя тьмы. Да, неплохо зашло пламя тьмы. Ну, че и сказать. Не могу против этого. Но с другой стороны... О, наконец! Наконец час истины! Убили этого супостата! Чем тебе не нравится слово супостат? Наоборот, нравится слово супостат. Замечательно. То есть, мы, обладая пятью мечами, целым арсеналом, надо сказать, выманили у пацана с лизняком. Правда, ничего для этого не делали, для выманивания. Тебе то есть нравится слово супостат. Статический суп какой-то. Так, ну, бафнули нашего пацана. Мы буквально вынудили оппонента это сделать. Где мечи? Задолбали. А, ну вон, давайте сайленсим, короче. Сейчас хиллфайер особо оппоненту будет не использовать, мне что-то кажется. Пацана ставить не хочу. Я вот одного так убил, второго какой-нибудь штукой. Ну, тогда все равно и пацан не поможет. Мало ли, вот вдруг сейчас появился ментальный дислокатор. Потому что особо нечем бафнуть я пацана стоящего на столе не могу. Кто-то запарился с какими-то там этими. Давайте уже мечи. А, хотя да, хорошо бы зашел паладенчик для добивания без всяких фигней. Это да, согласен, надо было звать. Паладенчик. Поздно. Так. Ну, не хватает мне оружия, что я могу сказать? У нас довольно много урона на столе. Но проблема в том, что у нас мало карт. Голубцы. Голубцы, мои любимые голубцы. Так, че, посмотрим, как интригируют наши оппоненты. Ну, не хватает мечей. Любого из пяти. Так, хотя бы паладенчиков 2-2 делать. Фейл, конечно, мой, что я не призвал в прошлый раз паладенчика. Че-то не подумал на... Ну, опять-таки, давно не играл в ХС. Все. Получил голубцы. Ну, надоедливый пацан. Не забывайте, что у меня есть молотки еще. Я готов, сэр. Не, молотки. Мол, гнева. Или паладенчик. Что приказать? То есть, 3 хп как-нибудь с колупаем, я надеюсь, мы пацану. Если не будет, конечно, перед тобой. Веридарский повелитель Палащего Легиона. Там-то было бы уже не очень. Пекаря. Пекаря. Ой, ёшкин, козы, да, вообще не очень. А так бы. Оружие. Я не знаю, я прям все дико в лицо пытаюсь. За сандалик. За такое можно, конечно, и наполучать. Блин, у него, конечно, был супер-волвешный животик. Он втянул в себя сайленс. И животик. Я этим займу. Офигеть. Не, ну если он стол не очистит, то ему будет плохо. У нас все-таки 30 жизней. Пусть боль говорит за меня. Меняться будет. Меняться, конечно. Куда же ему еще? Что же ему еще делать? Но все равно этот сдохнет при любом размере. Размене у него 1 хп. Да, 6 хп. О, меч справедливости. Зашибись. Да, походу я проиграл. Примя справедливости. Чем не бафать, удача? Что приказать? Так. Угу. Не, реально так можно и слить. И вполне... Ну, сейчас уже мои шансы на победу очень невысоки. Потому что у меня 3 трусильвера. И ни один из них долгое время не заходил. Молоточки не заходили. И вообще ничего не заходило такого хорошего. Сейчас вот выпал меч. И, по сути, если бы он выпал чуть раньше, было бы намного прикольнее. А таки, конечно, у него до черта по лицу. То есть еще один ход я не переживу. Да, это ГГ. Да вообще, что угодно. Рыбката у меня нет, но трусильвер бы просто на прошлый ход пришел, я бы уже вот долго. Что приказать? Да. Что приказать? Для подлона? И один простой полотенчик такой, ученик. Неприятно так проигрывать, конечно. Когда ты уже практически выиграл, а не добил терпящего пацана. Но он молодец, в принципе, не сдавался, несмотря на малое количество КП. Но карты заходили ему в разы лучше, чем мне, как я уже, в принципе, сказал. Кстати, сколько молотков надо отследить? Два молотка, три трусильвера, меч справедливости. Ну вот то, что я говорил в первой игре, то есть нельзя недооценивать оппонента. Здесь, конечно, пламя тьмы было для него супер балуешным. Пламя тьмы редкий гость на арене, это все-таки редкая карта, это не Hellfire базовый. Так-то, но в этой игре противник не мог себе позволить Hellfire, потому что Hellfire сносит 3 ХП. То есть он бы сдох, если бы в этой игре юзал Hellfire. Или если бы не было подхила, или двух провокаторов. Или, кстати, я тогда паладинчика бы, если бы поставил, то, кстати, скорее всего выиграл бы. Да, вот она, боязнь ментальных дислокаторов, правда, периодически она меня не спасала. А так, по сути, да, если бы поставил бы паладинчика, то, скорее всего, бы выиграл. Ну да, вот это вот неприятно, конечно. Одно дело сказать, да, противнику везло, да че там, да блин. А другое дело, когда понимаешь, что надо было по-другому играть, и было все получше. Оставил я слезняка в базовой теме. Вот где, где вы были, серебряные клинки сразу посыпались такие. Вот мы здесь, мы здесь. Оставил я сразу слезняка против возможного. Так, че, ставить темную жрицу или сразу призыв в бой? Фигачить. Призыв в бой, чтобы довольно быстро убить микробота. Потом бабу можно сыграть там. Ну, в принципе, не знаю. Можно призыв в бой делать? Можно бабу эту сделать, в принципе. Следующий ход уже мечи. Да, наверное... Сделаем ставку на мечи. Потому что два трусильвера это круто. А вот это вот оружие, вроде как ты его сделаешь, вроде как его жалко просто так отдавать. Во-во-во, все отлично. Идеальная тема для меча. Вот эти вот 1-4 существа знаменитые. Они очень хорошо шлепаются паучками. То есть убиваются мечами. Время справедливости. Снова учение. Наверное, большой лпак, если помните эту фразу про шлепание паучками. Так, ну что, смотрим, как отреагирует мой оппонент. Потому что большинство четвертых ходов меч-контрит. И у нас есть следующий меч, да. Полотенчик, как раз, дешевый. Да, это не кинжальчик и яйцо. Но это фигня. Этого пацана мы убьем. Не, оружие мы все равно на этот ход завязать не сможем. Так что холодильничка мы тоже зарежем. Конечно, он может на пятом ходу сделать неприятного кодоя, снеся моего пацана. Ну, пацан уже хотя бы кого-то убил. Не, он сам реагирует трусильвером. Но здесь уже наш стратегический слезнюк. Конечно, эпический меч лучше слезнюком размотать, чем такой. Но этот тоже неплохо, в принципе, вполне-вполне. Играем слезнюка. Играем медведя. Потому что это неплохая такая угроза. Медведь не ложится от освещения. Ну, шесть атаки на столе, игнорить это довольно сложно. Молоточек. Хотел, хотел слезнюка, видимо, потому что нанес ему неплохой урон по его игре. Секрет. Угу. Секретный какой. Ну, посмотрим. Вполне возможно, что это ложись. Я на страже. Давайте поставим, чтобы он не смещит. Посмотрим, ложись, ты или вставай. Так, этого нет, этого мы ставить не будем. Ну, можно вот этих, конечно, призывать. Ну, тут слишком все от освещения страдает. Давайте просто позовем паладинчика. Что приказание. И с помощью бронящегося сержанта этого паладинчика как-то мы хорошо разменяем. Получили мы... Что это, редиска? Да, освещение. Хорошо, что не сделал призыв в бой, а то получил бы бесполезный меч. Ну, приказание. Все. Так, подхильчик. Ну, пусть будет подхильчик, в принципе. Праведливость. 5-6. Ну, так-то просто убить паладину. Ну, а я уже буду его в лицо нормально колупать. Правильно-ка. Ух ты. Это неплохо. По сути, равенство было на одного вот этого справедливости, который себя очень хорошо реализовал. То есть он отнял карту равенства. А равенство это прикольно. Правда, у меня сильных карт не очень много. Так, ставим вот этого пацана, конечно же. Я им покажу. Я им все покажу. Делаем, наверное, призыв в бой. Делаем еще паладинчика. Что приказание? Что приказание? По сути, по сути, паладинчики что-то нанесут. Если у него будет освещение, а я дождусь своего меча, то, по сути, все равно паладинчики сдохнут одного раза. А так они будут колупать, колупать, потихонечку какую-то угрозу создавать. Плюс у нас есть броняющийся сержант, опять-таки. Вот это поворот. Не знаю, по зову еще одного холодничка. Что приказать? Летя сюда и сражайся! Боя! Боя! Блин, с этой анимацией? Блин, я нифига не успел. Жесть, ну анимация, конечно, дикая. Так, надо подумать, что я хочу. Убить нас Дорму надо, во-первых. Надо крестовывать быстрее. Глупцы! Отзнай мой гнев! Боя! По имя справедливости! Извини! Боя! Боя! А, все же, кончилась вот эта тема. Я все в панике пытаюсь что-то сделать. Так, ну что? Он сам поставил своего огра, блин, вторую легендарку подряд. И сейчас он с большой вероятностью будет косеть. Я его нормально так могу нашпиговать по лицу. Но я был немного в панике. Можно было его, кстати, засайлинить. Опа. Призыв с бой опять. Что приказать? Сразу же новый меч. Ух ты. Что приказание? Надеюсь, огур промахнется. Давай, огур. Обилка. Дало! Вот сейчас огур не промахнулся. А жаль. Так, мне надо как-то это все дело очищать. Сколько у него? Шесть хп изначально. Ну, убиваем мы одного паладинчика. Да, получается, мы никак не выжим здесь. Жесть какая, а! На здоровье зашел. Что и говорить. Ну, да, никак здесь не выжить, к сожалению. Секрет пришел. Норм. У него все равно пистолет есть, так что все равно никак не выжить. Да, печалька какая-то. Второй слив, причем вообще жесткий. Не готов я был к Ноздорму, честно говоря. Вот, видите, Ноздорму реально решается. Когда у противника много юнитов, он начинает дико вообще не успевать ничего сделать. Потому что анимация очень долгая. Анимация зафриживает остальные действия. Ну, короче, вот это вот не очень. Просто не успел я никак походить. Так бы я убил Ноздорму. А так я получил Ноздорму по лицу. Ну, и этот мог бы, конечно, прокосить за два удара. А так, получается, он мне дважды влепил в лицо. И это неплохо. Часть мудрости, которую я зачем-то взял. Полегливость должна быть восстановлена. Не знаю зачем. Я бабу оставлю. Медведя тоже бабу оставлю. Мечи придут все равно, то есть их дофигища. О, девочка, правда, паладинчик на втором ходу, конечно, меня законтрит с этой девочкой. То есть я ставлю девочку. А, ну вот, нормально, я ставлю девочку, он ставит паладинчика, я ставлю медведя. Легендарный парень мне попадается на 3-2. Бывший когда-то легендой, но сейчас уже спившийся. Купил себе домик на берегу моря. И кормит по вечерам голубей. Играет в Хардстоун иногда. Ну, уже руки трясутся. У него вечная пассивка Огры из прошлой игры. Иногда не попадает по нужным картам. Отлично подумал потом. Подумал, подумал и решил, что... Благословение. Так, так, так. Может быть, надо на О нажимать? Починь кнопку. Ну, там же, наверное, куда-то будем за сюда нажимать. Ну, это когда она западает. А сейчас она просто не нажимает. Механика вызывали? Подумать. Ну, так, да. Это была ошибка. Ну, вроде работает. Сейчас на YouTube зайду. Превосходно работает интернет, я бы даже сказал. Ну, Хардстоуну что-то не нравится все равно. У вас заметили. Какая встреча! Я надеюсь, стоит быстрее. О, отлично. Раздуплилась. Бесит, кстати, что когда человек залагал, то у него сразу же вот этот вот фитиль идет. А по идее, то есть, ну, ему вообще не дается время на реконект. Я понимаю, что все, конечно, там торопятся, все дела. Если, ну, что-то залагавшее время не тратил лишнее, ну, блин. Ставим медведя для того, чтобы обезопасить свою бабу от нападения. Ну, иначе ее стоить бы вообще не ставило. Вы вообще не ставили? Да я уже вообще заговариваюсь. Расстроился из-за поражений диких каких-то тупых. К тому же у нас есть трехманновая девочка на третьем ходу. Ну, а на четвертом мы уже берем в руки серебряный клинок и махаем направо-налево, машем. Похож на хулиган. А этот похож на хулиган. Так. Опа. Ничего себе он там этот размножился. Так, ну что, ставим пока такую девочку. За орден! Нет смысла ковырять паушков. Что, никакого? Надеюсь, этому пацану дадут хп. Это значит, что вряд ли противник пробьется, если, конечно, не использует освещение. Он что-то слишком бодренько за карту схватился. Ах ты, гад! Ха-ха! Да, называю. Не стыжусь этого. Что? Этого или бабу? Этого или бабу? Ту-лю-лю. А бабу будет, колупо-дюжно, наверное. Так. Ну что, берем честное серебро. По имя справедливости! Убиваем. Рановато пакхильный пацан, надо сказать. Но тут такова механика. Ничего не сделать. Ну, на следующий ход можно поставить вардалака и бабу. Животен, баба! Может, полицу бить? Да, полицу бьет. Смотрите. Какой поганец. Так. Что, освещение освещать? Если я сделаю освещение, то я смогу зачистить весь стол. Если я ставлю бабу и вардалака, каких я стратегических решений, моментов, маневров добиваюсь, если я ставлю бабу и вардалака? Наверное, надо это. Бабу и вардалака ставлю, как бы этим бью и что. Не, ну и вот этого добиваю. Бабу и вардалака ставлю, этого добиваю. Ну, вардалака тогда он сможет добить. Понимаешь? Наверное, вот так вот сделаю. На следующий ход поставлю бабу и вардалака. Ну да, нормально. На следующий ход поставлю бабу, поставлю вардалака, все бафнутся. Просто слишком просто он может. Так все равно он бы слизнем убил бабу. Баба все равно умирает. Зачем бить мечом. Этого добивать не хочет, блин. Вияра твой щит. Учту. Учту, что твой щит. По имя справедливости. Не знаю, корову, наверное, надо шиндарахнуть. Чтобы он на халяву божественным щитом никого не убил. Это, конечно, вообще не весело. Но иначе он божественным щитом на халяву кого-то убьет. А так, получается, он может вардалака, конечно, убить, но девочка тогда стоит. Опасная девочка. Надо еще поставить безумного ученого, пока секрет не пришел. Все-таки, ну, это на халяву карту получить и разыграть ее. Какое небо, кстати, здесь красивое. Вообще сложно идет арена. Вообще понятно, почему люди либо много играют, либо забивают на что-то. Потому что, ну, реально, такие простые решения пробуксовываются долго, думаются. Так. Даже не знаю, блин, что делать. Корову убивать, что ли, девочкой? Наверное, это корову убивать. У коровы нормально, получается, и меч себя впитала. Корову вообще топовая карта. Или что, или вот эту слищу бить? Нет, слищу убивать нет смысла. Корова две карты вся взяла. Это и плюс половину меча. Так что две с половиной карты взяла корова. Но это, на самом деле, для коровы и не так много. Бывает и пожестче. Сейчас не совсем понятно, как убивать голема. Голем вроде карта отстойная. Но пацан тоже при мече. Ну да, но все равно прицепь. Так, иди-ка. Ух ты, неплохо, неплохо. Ох, голем будет сейчас пилить бедного водинку. Да, распиливать на кусочки буквально. Ты что-то не можешь это сделать, можешь, обманщик? Есть. Дело сделано. Да, ну он сейчас... Я живу недолго. Я живу два хода. Надо как-то за это время либо поставить провокатора, либо добить его, либо подхиляться. Ну, противнику, наверное, не стоит. Ну, единственное, что... Возможно, он думает, что это ложись. Но, правда, все равно, это, по идее, не должно менять его планы. Он все равно должен спиливать голема по лицу. Учитывая, что голем с два хода носит 14 урон, а у меня 13 хп. Надо просто брать и бить. А, и он это понимает, к сожалению. Еще сам ставит провокатора. Мне дай. Не засаливайся. Учитывая пацана, он мне карта не даст. Что приказание? М-да. Я вынужден снова сделать... Своим деньги за руку. Да, Соломин деньги благодарю. Ну, что? Он, золотое лечение тебе дал, нормально. Всю жизнь же мечтала. Я назову это видео, наверное, самой грустной ареной в Хардстоуне. 3-3. На видео 1-3. Надо как-то написать там 18+. Берегите детей. Там это видео. Беременные женщины могут досрочно родить прямо на первом месяце. Короче, вообще жесть. Хотя он две редких карты. Две печати светы. Света будет рада. Ну что ж, друзья, всем счастливо. Надеюсь, что вы зарядились позитивом от трех поражений. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok